МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня гость в нашей студии Марина Николаевна Комарова. Заслуженный ветеран, председатель Совета ветеранов микрорайона номер один. Здравствуйте, Марина Николаевна. Здравствуйте, Иван Иванович. Я сразу же начну с вопросов. Марина Николаевна, а вот где вы работали прежде? Раньше я работала во ВНИЕФ, отработала 40 лет, Институт лазерно-физических исследований. Сначала оптиком элементов квантовых приборов, а потом техникам по внесению изменений. Для меня это действительно темный лес. То есть вы работали в УЛФИ. В УЛФИ. А сколько лет вы там? 40. 40 лет проработали. А сколько лет вы возглавляете Совет ветеранов нашего первого микрорайона? Совет ветеранов. Я начала работать там в 2015 году. И сразу вас избрали? Вот как раз меня пригласили, Клава Степановна уходила, Тихонова. Меня пригласили на роль председателя Совета ветеранов. Наверное, была какая-то база у вас, или склонность к общественной работе, определенный опыт? Так, наверное? Ну, хотелось помочь прежде всего, поскольку, ну да, я считаю, что работа нужная, с ветеранами надо общаться. Поэтому я не видела препятствий для того, чтобы этим заняться. Вот я по своему опыту знаю. Наверное, самая сложная работа – это работа с людьми. Тем более с поживыми людьми. Я не ошибусь, если скажу, что вот первый микрорайон, старая часть города, улицы Ушакова, Держинского, Коробкова, и примыкающих к ним, при первом ЖЭКе, как раньше говорили, а там проживают больше всего возрастных людей. 90-летних, наверное, человек 50. Есть даже два 100-летних. Вот как у вас получается с ними ладить? Ну, получается, у меня профсоюзная школа. Я занималась профсоюзом на работе. То есть сначала это был председатель цехкома цехового комитета, а потом председателем профсоюзного комитета ИЛФИ. То есть ладить с людьми они учат. То есть это было понятно. Да, возрастных людей много, да. Ну, что ж, хотелось бы, конечно, как-то облегчить им жизнь, чем-то помочь или что. А вот я сейчас после ваших слов плавно перехожу к другому вопросу. Какие проблемы больше всего волнуют ветеранов, и как вы помогаете им решать данные проблемы? Вообще, чем актив занимается ваш? Ну, чем актив занимается? Конечно, у нас есть люди, которые на острее нашего внимания, люди возрастные. Есть люди, которые не выходят из дома, то есть им одиноко, скучно, грустно, у них есть какие-то проблемы. Мы стараемся им помочь, хотя бы просто поговорить. То есть есть, да, прийти, поговорить, пообщаться. Если что, вот, например, ветеран у нас на улице Дзержинского живет, Поздеева Лидия Яковлевна, да, проводить к врачу, то есть ей 92 года. А я вот сам почувствовал, действительно, вашу помощь. Когда органы социальной защиты вручали медали «Дети военного времени», в моем округе оказалось их порядка 120. Вы мне здорово помогли, вы же их знаете. Да, в нашем дворе, да. И я очень дорожу тем, что ваш актив приходил на наши встречи в Центральной библиотеке имени Маяковского. Ну, приятно было видеть вот родные лица. Марина Николаевна, с высоты прожитых лет вы имеете право, наверное, объективно судить обо всем городе, не только о микрорайоне. Вот что вам нравится в нашем городе, а что не очень нравится? Ну, что мне нравится в нашем городе? Прежде всего, компактность. То есть, я здесь родилась и выросла, поэтому для меня вот это, во-первых, очень зеленый, красивый. Во-вторых, на мой взгляд, люди хорошие. Но, к сожалению, реорганизация, например, центра города Фонтана, грустная, обидная и печальная. То есть, да, мы потеряли лето, то есть, там было прохладно с водой, а сейчас горе какое-то. Да, действительно. Я не знаю, разбомбили фонтан, да. Это прокол, я считаю. Да, и я бы еще, считаю, я бы зимой хотела, чтобы в центре у фонтана ставили горку для детей. Там очень много ребятни. Они приходят летом на батуте прыгать, просто гулять с прохладой, и на велосипедах погонять по аллейкам. И если зимой бы там была горка, это, наверное... Кстати, ведь на нашей памяти к округу примыкает пойма, так называемые лужники. Ведь в свое время там проводили русские зимы. Кстати, да, чудесное было время, да. Это тоже наш округ. А вот это вот, что вам нравится, что не нравится. А вот с каким бы призывом вы обратились к городским властям? К руководителям других организаций, учреждений, к общественности, к молодежи? Вот что бы вы им сказали? Ну, руководителям я бы попросила больше внимания простому человеку уделять. Потому что бывает, да, что не достучишься, не дойдешь, не найдешь и так далее. А молодежи – простой девиз из двух слов. Оглянись и помоги. Здорово. Здорово. А вот, кроме того, что вы занимаетесь общественной работой, какие имеются увлечения у вас по жизни? Задавая этот вопрос, я уже приготовил. Это я приготовила. Расскажите, расскажите, пожалуйста, об этом увлечении. Да, рукоделие. Всю жизнь. Игрушки мелкие я начала делать еще, когда в школе училась. То есть это нравится – взять кусок меха живого или натурального, или искусственного, построить лисичку, собачку. То есть мне это нравилось, я этим занималась. Ну и дальше. Вот на пенсии занялась бисером, увлеченной с удовольствием. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Да, это начинались маленькие телефоны, маленький чехол для телефона. Телефоны росли, и уже как-то теряет смысл. Да-да-да. То есть, ну и яйца. Яйца мне передала материалы по наследству наша ветеранка Щербакова Галина Ивановна. Она бросила этим заниматься, оформлением пасхальных яиц. По возрасту плохо стала видеть. И вот то, что у нее было накоплено, и лоскуты бархата, и формы яичные, и так далее, она все передала мне. Поэтому, да, как-то подтолкнула, и стала я выражать свои мысли еще и в таком творчестве. То есть, не знаю, всякая рукоделие – это все, что мне нравится, чем я занимаюсь. Мария Николаевна, а вот скажите, вот сколько времени уходит, чтобы сделать вот такую красоту? Времени уходит немного, потому что это называется азарт. Это значит не есть, не спать и ничего не делать. Сел и вышиваешь до тех пор, пока не отпустят. Ну, вот допустим, вот эту вещь можно сделать за неделю? Нет, гораздо короче. Быстрее, да? Два-три дня, да. Пасхальное яйцо – то же самое? Да, но здесь нужно основное придумать. Придумать, как оно будет выглядеть. То есть, да, я беру из того, что есть. А сюжеты вы сами придумываете? Конечно. Вот все эти узоры сами разрабатываете? Да, 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 да. А вот эти вещи как называются? Это называется оформление бутылок. Это нитка лжутовая. То есть, да, это у меня научили в центре для неработающих пенсионеров. На шверника, да, 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 11. И как-то, да, бутылка такая форма. И издавна на Руси бытовые предметы мы как-то оформлялись. Или роспись, или резьба, или что-то. Ну, вот, как бы мне понравилось с бутылками работать в джутовой технике. И, кстати, рисунки сами вы тоже придумываете. Конечно, конечно. И нет ни одной одинаковой. Нет ни одной одинаковой. Одинаковая – это скучно. Да, и нет ни одной некрасивой. Все красивые. Вот такие сувениры тоже вы делаете? Да, да, да. Это гномы. Да, они приносят счастье. Поэтому их надо иметь в доме. А вот вы увлеклись таким творчеством. А у вас появились последователи, ученики? Ну, что касается бутылок, это как бы не моя идея. А по бисеру, да, конечно. Пока внучки, внучками с ней занимаемся. Если будет у кого желание, обращайтесь. Покажу ночью. Да. Внимание наших телезрителей мы как бы акцентируем на это дело. Марина Николаевна, вот опять-таки мы с вами так разговариваем, и один вопрос вытекает из другого. И предваряет следующий. А я знаю, что вы представитель внефовской династии тружеников. Вот поподробнее расскажите, пожалуйста, о родоначальниках этой династии. А потом перейдем к следующему вопросу. Родоначальник, конечно, это мой папа. Лебедев Николай Николаевич, который больше 50 лет работал в Иярфе. Он дважды лауреат государственной премии, то есть в деле производства вооружений. Мы с мужем работали в внеф, и я, и муж. Наши дети, у меня два сына и дочь. Два сына и по сей день работают в внеф, а дочь, поработав в внеф, уехала в Нижний Новгород, живет там сейчас. То есть, да, как бы мы стараемся, вкладывали свои силы. И вот основатели вашей династии, они, наверное, имели круг друзей и знакомых из наших знаменитых людей. Кто был в вашем кругу, в кругу ваших родителей? Да, в кругу наших родителей. Ну, кормер Самуил Борисович был начальник нашего отделения, когда я туда пришла работать. С Цукерманом как бы дружил мой отец хорошо. Про Тарасов, Модель. То есть, это все люди, которые работали с моим папой. И мне повезло, ведь они тоже мои избиратели. А расскажите поподробнее о вашем уже ближайшем окружении, о вашей семье, о личном, о детях, о внуках. Ну, мы с мужем поженились в 1974 году. В этом году, в октябре, будет 50 лет нашему браку. Сын старший родился через год, в 1975 году. Значит, ему 50 лет будет на будущий год. Сын работает в Элфи, не буду говорить начальником отдела. Вот. То есть, ну, его труд оценен высоко. В прошлом году он был награжден медалью за заслуги перед Отечеством второй степени. Дочь, значит, сейчас уехала в Нижний Новгород. А младший сын тоже работает во ВНИЭФ. Он у нас увлеченный гонщик. У него автоспорт. Он привозит кубки. Вот последняя зимняя гонка, он ее выиграл. То есть, та, которая была. У него машина баги. Здорово. Да. Переходим к внукам. Внуки. Их шестеро. Ого. Старший Тимофей Ильич Комаров в этом году пойдет на второй курс института. Следующая за ним Софья Ильинична Комарова. Она пойдет в 11 класс. Дальше из Ильичей Серафима Ильинична. У нее впереди 3 класс. У дочери дочка Алена Алексеевна Николаева. Она пойдет в 7 класс. В Нижнем Новгороде учится. И младший сын. Там сын Клим Кириллович Комаров. Которому 6 лет. Который уже занимается в секции каратэ. Ходит в школу искусств. И у него уже есть собственная гоночная машина. То есть, у него, да, он продолжит папу. И последняя это Ксения Кирилловна Комарова. Который год. Слушайте, какое богатство у вас окружает. Вот действительно, не зря наш великий поэт Роберт Прождецинский написал такую фразу. Мои года, мое богатство. Ваши дети и внуки, ваше богатство. Конечно. А вот можно еще задать вопрос такой. Каковы ваши личные планы на будущее, связанные как с домом, так и с советом ветерана? Да, планы такие. Совет ветеранов первого микрорайона испытывает трудности с кадрами. Как и много где. То есть, мы ждем новых людей. То есть, я не считаю, что занимать должность председателя нужно всю жизнь. Нет, конечно. Нужно искать смену. Нужно искать другого. То есть, молодую команду, которая была бы энергичной, которая бы занялась, не дала упасть этому кусту, который развивается, общение с ветеранами первого микрорайона. Да, но в плане, естественно, творчества, в плане вот расти детей, внуков, помогать. То есть, мы с Климом Кирилловичем большие друзья. Как-то я ему прочитала стишок рождественского. Со мной бабушка моя, значит, в доме главный я. Могу шкафы я открывать, цветы кефиром поливать, играть в подушку и в футбол, и полотенцем чистить пол. Да, прекрасно. Могу я есть руками торт, нарочно хлопать дверью, а с мамой это не пройдет. Я уже проверила. Хорошо. Здорово. Вот, Марина Николаевна, у вас интересная жизнь. Интересная. Вы все время живете на улице Держинского? Или где-то раньше в другом месте? Нет. Начинала свою жизнь я на улице Победы. Дом 8, квартира 4. Восьми квартирный домик такой двухэтажный. Потом мы переехали на Куйбышево, жили напротив 15-й школы. Потом мы переехали на Силкино, в большую четырехкомнатную квартиру, откуда я вышла замуж, мы с мужем отделились. То есть, это вот последний мой причал, будем считать, улица Держинского. Мне очень нравятся вот действительно вот эти районы. В них такая вот прелесть. Минимальное благоустройство необходимо сделать, чтобы людям было удобно. Дорожки, тротуары, лавочки, скамеечки, малые фиктурные формы и освещение. Модерна никакого не надо. Не надо. Пусть остается так, как есть. Здорово. Уютный, какой-то компактный. То есть, такие вот секции, ограниченные домами, люди друг друга знают. Значит, кому, что, не знаю. Даже вот сейчас, кабачки, огурцы. Мы же передаем их из рук в руки. Как я говорю, женщины выручаются, на меня напал урожай. Значит, берешь огурцы и несешь кого-нибудь, у кого их нет. То есть, ну да, удобно жить. Опять-таки, да, помогут всегда. А вот здорово подметили, у вас действительно дом, как большая семья. Вы занимаетесь одним видом творчества. Соседка, она разводит цветы. Да, Валюша, да. Да, прекрасный полисадник. Мужчина там, мульчина чем-то еще. Вот, двор так двор. Не на семи ветрах, а действительно компактный. И все всех знают. Да, да, да. Мне хотелось бы сказать, что, вот совет ветеранов. Эта работа очень нужная, очень важная. Люди, после выхода на пенсию, у них и идентификационный момент, только адрес. Поэтому я считаю, что в городе не должно быть два совета ветеранов, городской и внефовский. Я считаю, что совет ветеранов должен быть один. Один, потому что или мы все работали во внеф, очень много в городском совете ветеранов, работников внеф. А что там остается? Почта, медицина и школа. Я считаю, что наша обязанность, как сильного предприятия, их усыновить, и обаять, и полюбить, и, не знаю, поделить все, что у нас есть на всех. Потому что эти люди, они тоже, ну, не знаю, не стояли в стороне, воспитывали наших детей в школах, лечили нас и детей. То есть, ну, не знаю, должен быть один, обязательно, один совет ветеранов. Мысль хорошая, и очень-очень верная. Не надо делить ни детей, ни стариков на ваших и не наших. Да, 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 да. Мы все наши, мы все горожане, поэтому я прям призываю, от кого это зависит, давайте рассмотрим этот вопрос всерьез. Потому что это должно быть сделано. Люди, да, люди есть люди. Мы все горожане, мы все горожане. А вот я задавал уже вопрос, но давайте его пошире развернем. Вот когда мы вспоминаем прежние времена, вот эти русские зимы, я говорил о том, что вот спрашивал, вернее, что вам нравится, что не нравится. Вы человек творческий и наверняка замечаете красоту вокруг себя, даже в обыденном. А вот какие уголки в городе вам нравятся больше всего? А какие бы потребовали улучшения? Ну, улучшать много, что надо, но самый, наверное, волшебный уголок, это, конечно, не Зина, пойма реки. То есть обязательно нужно... Раньше ведь там были праздники. Там, не знаю, русские зимы, масленицы устраивали. Я бы хотела, чтобы там облагородили территорию, прополоть, устроить, не знаю, и лавочка. Там весело квакают лягушки всю дорогу. Пусть они квакают, там можно посидеть. Хотелось бы, чтобы можно было посидеть, чтобы можно было погулять. Там чистый воздух. Такая заповедная территория. Да, да, да. Как маленький заповедник, да. То есть хотелось бы, чтобы это тоже было обращено на пользу жителям. А вот когда у нас люди приезжают в наш город впервые, они любят фотографироваться на фоне храмов и всего монастыря. Вот действительно, это изюминка. И старая часть города, вот так называемые сталинские постройки, это тоже изюминка. А вот в новой части города вы бываете. Там нравится вам? Ну, там, конечно, скучность большая. Многоэтажные дома, огромное количество машин. То есть, нет, там свои печали. Хотелось бы, чтобы было потише. Вот за что и нашу низину я ценю. Тихо и нежно, то есть красиво, душисто и прекрасно. По весне, наверное, соловьи поют. Конечно, там в кустах живет. Я еще помню, в детстве мы туда ходили с очком ловить дафни. Там жили дафни, у нас был аквариум всегда. И вот, то есть, раньше не продавались эти кармажевые. Мы ловили дафни в какую-то банку и дома кормили своих рыб. Они были очень счастливы. Прекрасно. У нас разговор с вами получается какой-то добрый, ностальгический и в то же время оптимистический. Вот мне кажется, на такой хорошей ноте мы завершим наш разговор. Все-таки, что бы вы пожелали вашим соседям, вашим ветеранам, всем горожанам? Пожелала бы, но, конечно, здоровья, исполнение желаний и позитивное отношение к жизни. Жизнь городка, она, к сожалению, быстро кончается, поэтому нужно, чтобы радость была каждый день. Маленькая, не знаю, купи себе пирожного, не знаю, выполни свое желание, то есть какое-то, порадуй себя, чтобы жить хотелось дальше и дольше и дольше. Мария Николаевна, я в свою очередь желаю вам здоровья, здоровья, еще раз здоровья. И вот я действительно узнал, что у вас в октябре золотой юбилей. Да. Заранее не поздравляют, но я не удержусь. И хочу сказать, что желаю дожить вам до бриллиантового юбилея. И вот мы без сходя, мы потом с вами поговорим. Вторая серия нашего разговора будет. Хорошо, слушай еще стишок. Я честным взглядом жизнь окинув, от добрых слов не воздержусь. Мы постарели, это минус, но мы не старые, это плюс. Радикулит грызет мне спину, с большим трудом я наклонюсь. Склероз мешает, это минус, но спасает юмор, это плюс. Да, покорялись нам вершины, как вспомню, так сама дивлюсь. Увы, все в прошлом, это минус, но есть что вспомнить, это плюс. Друзья мои, бокалы сдвинув, я вас заверить не побоюсь, что годы давят, это минус. Но то, что мы живы, это плюс. Субтитры сделал DimaTorzok